Салам алейкум до старт, с вами Альтер. Вы находитесь на канале Чеггери Аут, а это реакция на сериал Саке. Одиннадцатая серия, я думаю уже все, мы близки к финалу и что-то мне подсказывает, что у нас будет еще и третий сезон, что конечно же очень радует. Но посмотрим, как закончится этот, фиг знает. Просмотры тут конечно поубавились и на самих сериях, мне кажется, и на моих реакциях, как у других, не знаю. Короче, давайте смотреть на Туры Кащей, наконец-то уже мне кажется тут будет очень много моего любимого персонажа Кана Тага. Ну, то есть, одного из любимых, то есть антагониста. Погнали! Мне кажется, в этой серии от Манчика поймают. Своей должностью можно такие вещи мать. Я знаю. Пересчитайте. Ну, пересчитать надо. Государство обязано помогать. Чиновники, не государство. Так, слегка напомнили, что было в предыдущей серии. Арман, салам алейкум. Салам, салам. Что такое? Ты где, брат? Нужно увидеться. Хищедемер хабар ласам ажатарм. Это срочно, брат. А что там? Брат, мне по телефону. Хельш? Короче, тут одна интересная тема. Я тебе адрес скинул на WhatsApp. Ну, ладно, хорошо, скоро буду. Все, жду, братан. И что он говорит? Говорит, скоро приедет. Странно. Когда я звонил, сразу приезжал. А хотя он всегда был безответственен. Ладно, подождем. Так, я киша набираю. Пока давай. Кое-что проверим. Да, Ханатара, давайте проверим. А я недавно прочел факт, что без мизинца теряется 50% всей силы на руке. Интересно, так или нет. Он был, что же? Ханатара. Все, Ханатара. Ханатара, брос. Ханатара. Середина с Ханатара. Ханатара. Блядь, Ханатара. Ты, блядь, не стрелял в голову. Ты что, сука, мразь, хотел меня подставить, да? Крутое переход. Э, блядь, голбоеб. Или, может, ты еще с антикором? Нет, шеф, мой сахтасан, шеф, никакой не антикор, шеф. Но я с ним 10 лет проработал. Да мне посрать, сколько лет ты с ним работаешь. Ты, голбоеб, должен был, блядь, его проверить, понимаешь? Проверить, блядь. Я еле как вышел из этой ситуации, сука. Шеф, извините. Ты будешь сам отвечать, понял? Ты, может, сказать, не вышел. За все книги будешь сам, блядь, а если тебя поймать, я тебя еще сверху, блядь, сдам. Тупой, блядь. Шеф, честно, шеф, извините, но кто знал, шеф, там, ситуация просто такая была, шеф, блядь. Да мне посрать, какая ситуация. Ты должен был знать, теперь я твоих всех вот этих, блядь, подрядчиков буду, блядь, раком загинать, понимаешь? Раком, блядь. По закону, блядь. По закону буду, блядь. Шеф понял, шеф, простите, пожалуйста, шеф, больше такое не повторите, просто, ну... Да уж, заткнись, блядь. Слушай, теперь меня внимательно. Этому своему гондону передай, чтобы он мне принес 300 книг, и не казахских, а западных, понял? И если он мне не принесет, я его раком поставлю. Я знаю, у него дофига, что есть у нас на районе. Хрень, какую подпись получит. ЖКХ, ЧС, мы все на него натравлю, понял? Я ему так, блядь, кислород перекрыл, он охренеет. И всех этих подрядчиков буду иметь каждый день. Ты меня понимаешь? Понял, понял, шеф. Вот оно, настоящее лицо. А теперь иди и купи самый дорогой коньяк. Все, хорошо. Шеф, ну если хотите, я могу здесь тоже вас поддержать. Ты в жопу нахрен, ты мне нужен с тобой еще пить, блядь. Купишь дорогой коньяк, и ко мне, не экономь только. Я знаю, как вы на каждой мелочи экономите. Я сейчас пойду антикуру в жопу лизать, и за тебя, мразь. Понял? Все, шеф, хорошо. Эх... Закончик, это вот, все вкусно, тоже, так, ну... И уже, ну, то есть... Заместители. Тут не совсем все понятно, потому что мы, когда в Чапаевском районе работали, у нас вообще другие были, сейчас вообще другие. И я, ну, особо не понимаю, поэтому... А, у них недавно было собрание. Только оно было почему-то не в Экимате, а после работы. После работы? Да. Вот, и... Значит, явно какие-то левые движения мучили, да? Жан, только ты про такое не пиши, ладно? Жан, не переживай. Никто не спарит. Я же тебе сказал, это просто обычная статья для редакции. Я в всю режиме, Жан, не переживай. И имена, и фамилии, никто не спарит. Ну, ладно. Журналист. Сейчас, тихо. Савец Матвич, это я. Да, я инвалиду помогаю тут на улице. Он идти не может. Ага. Да, я сейчас буду, Савец Матвич, ага. Блин. Инвалид. Жан, прости, я просто полчаса тут с тобой уже сижу, мне... Сначала быстро Матвич взывал, а теперь инвалид. Тебе надо с шефом перестать общаться. Ладно, все, беги давай, иди. Спасибо за информацию, Жан. Капец, выручила. Жан, только ты изменила нам там. Да завязывай, Жан, кому я скажу, давай. Хорошо. Я возьму. Давай, пока. Пока. На, еще возьми. Пока. Вот благодаря кому информация всплывет. Пока. Что вчера было? Я же говорил, как с Саэтом работаю. Шеф, я извиняюсь, это мой косяк. Мои парни, я не доглядел, без моего ведома сработали. Я все улажу, не переживайте. Давай, 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 Елике. Улать это дело. Ты же у меня опытный. Я специально тебя поставил туда. Ты сколько министров сажал? Все, шеф, первый и последний раз больше не повторится, я отвечаю. Не, бай хандаш, а? Меня в курсе держи. Кто, заходи. Шеф, можно? Да. Что, как ты там? Как твоя красавица эта? Ммм, нет. Нормально? Нормально? Нормально это хорошо. Ты смотри, осторожно. У меня работал один такой. Тоже все было нормально. Потом влюбился, жена узнала, бросила, четверо детей, алименты платит. Шучу. Не переживайте, шеф. Это же моя работа. Да, работы с вами надо любить. Молодец. Что, информации с кем-нибудь нет? Да. В общем, бай шеф. Садись. Прям такой информации еще нет. Но я знаю, что недавно на днях он собирал своих заместителей. Но не в Акимате, а отдельно где-то. О чем разговаривали, непонятно. Понятно, что Саят потихоньку пристреливается уже. Да какой нахрен пристреливается? Стреляет уже в полный рост. Вчера чуть на взятки его не взяли. Мои долбаны, блин, чуть не сорвали спецоперацию. Хорошо, я вмешался. Э, ты хотя бы там не косячь, ладно? Не переживайте, шеф. Я все там аккуратно делаю. Ну, чтоб лязать не заподозрил. А, лязать, понятно. Ну, что, как она тебе? Алла. Как она, говорю? Постель имеете в виду? Нахрен мне твоя постель? Я женатый человек. Как человек она как? А, ну, вроде нормально. Тупит иногда, правда. А в постели она как? Шучу, иди работай. Этих мне двоих позови. Есть, шеф. Шеф, можно? Можно, можно. Напиток будешь детский? А, так он сам? Да, так он. Шеф, иди. Ее здесь чуть-чуть градус тут. Не, рахнует. Что, как у вас дела? А что за кипиш был? Ой, бля, где? Ну, говорят, что вас с поличными взяли. Кто говорит? Все так говорят. А пусть все в жопу уйдут, понятно? Вы что, сука, не понял? За моей спиной, бля, обсуждаете меня? Я, бля, я районный аким, бля. Вы что обсуждаете меня, я говорю? Как он дарся за спиной, бля, бля. Бит меня это дар, бля. А не обсуждали мы? А что ты сейчас, вот сейчас, что вы делаете, бля? Если меня посадили, я бы сидел бы. Ну, я здесь сижу же, не там же. Ну, да. Ну, я тоже так и подумал. Вы сейчас другой, правильный. Да и антикур просто так же не залетает. Ты что язвишь, я не понял, бля, ажики? Сидишь и язвишь, типа, я правильный. Ты что хочешь от меня, я не понял? Да я не язвлю, я реально переживаю от вас. Да в жопу такое переживание? Или что, ты циклоп повешал? Сюда пришел меня выпытывать, бля, что-то, бля, вытащить с меня хочешь? Какой-то словечки, бля. Да нет. Ни хрена себе, бля. Ты себя, бля, вспомни. Как тебя чуть не посадили, если бы нет, гнил бы где-то. А вот там точно недоразумение было. У меня такая же ситуация. Ты что вообще пришел? Как что? Поддержать вас? В жопу такую поддержку мне, понятно? И так на нервах, бля. Все, давай, иди, она катандаргать, бля, пусть не обсуждает, всех нахрен право увольняют. Ладно. Откуда узнали вообще? До свидания, бля. Кто сказал? А, блядь. Че, хорош на рабочем месте бухать? Че-то хочет она. Че мутит, а, блядь? Че-то даже мутит он. Сука, блядь, интриги больше, чем, бля, в турецком сериале. Короче, надо решать вопрос. Лязать! Я не понял, что, тупые, что ли, да? Да хуя, героями себя почувствовали? А? Шеф, я извиняюсь. Я просто поддержал ее. Ердос на себя всю ответственность брал. Да мне похуй, вы оба виноваты. Уволить. Шеф, там же явный факт был. Мы просто подумали. Мы имя, я действительно. Так, рты закрыли, Саян. Саян, он пешка. Мне нужен тот, кто за ним стоит. Ильяс. Это понятно? Да-да. Изначально. Короче, выбор, обоих. Вы мне главное скажите, кто-нибудь про это узнал? Прокуратура, пресса? Жок, я отработал, шеф. Правда, этого застройщика пришлось оформить, как дачу взятки. Ну, молодцы, хоть тут догадались. Заодно этим застройщиком урок будет. Отлично. Так, тихо! А? Сакье, салам. Че, халасин? Где-где? На работе. Сам-то ты где? Да ладно, хорош, завязывай. Че, какая благодарность. Сам же говорил, по дружбе. Все по дружбе. Угу. Все-все, давай. Где тогда? А? Тима! 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 Тима, я здесь! Тима! Ну, не кажется ли, тебе... Тима! Че звал? Короче, брат. Блядь, че у тебя с лицом? Тут такая тема вообще. Тима! Тима! Сюда пускай! Проси, брат! Проси, сука! Проси, брат! Проси! Стоять, сука! Проси, брат. Ебать! Че там происходит? Я не знаю, бля, звони шефу. Че? Кто это? Вот че такое? Это от души. Э-э-э, Саят, Саят. А, наверное. Ты мне уже второй раз подарок делаешь. Второй раз я его беру. Хотя вообще моя работа, такие вещи не допускать. Ермей Козымович, это разве подарок? Это же коньяк. Только для здоровья. Вот и все. От души. Честное слово. Слушай, ты вместо того, чтобы про моё здоровье беспокоиться, ты лучше кончай косячить. Только пришло уже два эпизода. Сначала ты, потом твой руководитель аппарата. Я вам сейчас все объясню. Давай. Просто такая ситуация, понимаете. Ну, те, они же конченные коррупционеры. Вы же понимаете. То есть они хотели себе деньги забрать. А мы взяли и забрали им многодетную маму. Понимаете? Не так, как у нас. Помните, был случай. Вначале сертификат дают, а потом через месяц забирает. Ну, что за счет? Мы от души. Ну, все по факту. У нас все по-честному. Слушай, ты же молодой, не женат, да? Насколько я знаю. Да. Когда женишься, наверное, прекрасным отцом будешь. Почему? Ну, ты такие сказки сочиняешь. Дяди просто счастливы будут. Я клянусь вам. Мы просто, мы знаем этих конченных коррупционеров. Понимаете? Мы же не такие же. Мы их просто спалили и убрать не можем, уволить. Вы же понимаете, это же Казахстан. За каждым человеком кто-то сидит. Но мы зато разделили их многодетным на класс. Саки, давай напрямую. Мне нравится ход твоих мыслей. Но я понимаю, что у каждого молодого чиновника есть какой-то, ну, такой старший советчик, да? Как бы наставник, который его направляет. Но такие люди не всегда бывают надежные. У меня надежен. Мужик вот такой. Кто это? Может, я его знаю. Может, мы с ним друзья. А может, наоборот, мало ли он у нас в разработке. Тогда я тебе, ну, как бы по-свойски дам совет, что не надо с ним двигаться, потому что репутация дороже. По 50 грамм нашим, да? Выпьем, а то о работе, о политике уже здесь стоит. Отдохнем чуть, а? Ну, постейку, покушаем, коньячку. Ну, да? Ну, начарай давай, наливай. Да, супер. Официант! Так, сейчас. Одну минуту подожди. Все, все, все. Просто важный звонок. Сейчас приду. Так. Да, что случилось? Армана? Угу. Все. Так, короче, вы там? Все, сами не лезьте на то. Давайте звоните в ВВД. Называйте ОМОН. Я не знаю, скажите, это моя личная просьба. Пусть они сами все сделают. Вы не рискуете, не высовываетесь. Так, я сейчас. Минут 20 я еще буду занят, наверное, и потом сразу к вам. Дальше. Дальше здесь. Все, давайте. Блин. 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 Да, это просто, так сказать, внимание. Внимание. А вот это... Все нормально? Да, блин, ты о чем вообще думаешь? Взятку дать ему. Ну, давайте. За ваше здоровье, за нашу дружбу. А. А вообще как по работе у вас, нормально? По-разному. Да? Это что такое? Вот так просто, внимание вот, братан. Отслышь, внимание. Ты что, мою дружбу за деньги купить хочешь? Спасибо, конечно, за внимание. Только давай ты его уделишь вот этим вот, которые многодетные, малоимущие. А я лично прослежу, проконтролирую, чтобы деньги дошли по адресу. И меня так больше никогда не оскорбит. Может, по этот, по пятьдесят грамм, да? По пятьдесят давайте. По пятьдесят. Так, ты же не спешишь никуда? Нет. Я сейчас на пару часиков отъеду по делам, потом вернусь, да, общаемся. Хорошо? Вы не обиделись? Нормально. Просто, может быть, я что-то... Да ладно, нет, не обидел. Просто по работе. А вы точно вернете сюда? Если я сказал, что я приеду, значит, я приеду. Я же не Акиматовский. Ну, зачем вы так вот заедете? Да все, все, шучу, давай. Давай, приеду. Хорошо. Ну, вы же точно вернете? Паш, на стейк. Два часа не счете нафиг стейк? Иди скажи своему хозяину, он сам будет платить. Не с того он начал, что ли? Так, едет по этой бабушке полностью отработаете. Там соцпомощь, продукты, вещи, лекарством обеспечите. И, кстати, у нее сын инвалид первой группы. Коляску ему купить. Так, что еще? Предпринимателей, напряги. Пусть какой-нибудь вагончик поставят. Она же у нас цветами торгует. Пусть хоть в тепле сидит. Ну, в принципе, все. Возьми все под свой контроль. Хорошо. Все расходы возьмите на нас. Хорошо. Иди приступай. Азамат Ерланович, можно? Ну, какие люди. Наконец-то ко мне настоящий мужик зашел. Садись. В ногах, правда, нет. А, кстати, как тебе цветочки? Понравились? Азамат Ерланович. Кышки мне это громко сказано. Я же все видел, что ты мне рассказываешь. Лицо не болит? Болит не есть? Конечно, будет болеть. У жены, наверное, еще сильнее болит. Она же все-таки женщина. Слабее, чем мы, мужики. Блин, мой. Вот это тут при чем? Я про нас, мужиков, говорю, а не про тебя. Ты у нас такой же слабый, как и она. Если был бы мужиком, бахлан, женщин не бил бы. Так, давай сделаем. Время тянуть не будем. Ты заявление пиши и увольняйся. Халай. Халай, халай. Сулай. Чтобы работать в Акимате, нужно быть мужественным. А ты, к сожалению, у нас не такой. Просто знаешь. Жену твою жалко. Хорошая женщина. Я узнавал, у тебя еще двое детей есть. Да. Их тоже жалко. А вот что интересно, тебе вообще не жалко. Азамат Ирланович, я не могу просто так взять и уволиться. Вы же знаете, что я это? Ильяса, братишка. Что за лес? Ну, вон там сидит. Где там? В Акимате? Жолко. Там еще выше. Но в чем тогда проблема? Если он еще выше сидит, то куда-нибудь воткнет тебя и все. Жола заматерну. Баглан, ты мужик или баба? Мужик. Но если ты мужик, по-мужски напиши заявление и иди к своему Ильясу. Хорошо, я напишу. Но потом тебе позвонишь? Без проблем. Кто бы мне не позвонил, ты один хрен здесь работать не будешь. Все, иди отсюда. Ну да. Блин, жалко опять, канаторая. Сейчас приедут гости, блин. Че? Холодец, нормашка. Кандаха? Да. Че, не ожидал меня увидеть? Я же фотки видел. Тебя же башку прострелили. Ну вот видишь, у меня в голове хоть мозги есть. Если б тебя прострелили, пуля насквозь прошла бы. Потому что у тебя мозгов нет. Бедняку мучили весь сезон первый. На туре Кощей, блин. Так, во-первых, ты не матерись. А во-вторых, с каких пор ты начал со мной на ты общаться? Где твое воспитание, мрумбок? В жопе, сука! В жопе говоришь? Ща мы это проверим. Тимуха? Да. Че думаешь, как мне с ним поступить? Ну не знаю. Вам-то виднее, вы умный человек. А может, твой отрезанный мизинчик мы в жопу засунем, а? Как хотите. Слив. Хотя, че там мизинчик? Он даже его не почувствует. Ну-ка, Алсин. Давай-давай, Алсин. Вот! Вот что нужно засунуть ему в жопу. На, тогда. Мем он нести. Как нести? Гнид должны такие же гниды иметь. Так что давай, делай. Ханата... Мем... Хазы, жасы, ханата. Тима! Я, блядь! Проси-ка! Проси-ка! Эй, ты, сука! Я, блядь! Эй, сука! Я, блядь! Эй! 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 Мизинчик я не хочу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- и тут он опять к нему вернулся а что у нас ну наконец то мясо какое то увидели отрубили мизинец этому тимми побиты уже но этот каната га до сих пор с повязкой сколько уже времени то прошло несколько дней я думаю можно было бы снять вот увидели также настоящее лицо саке ну то есть мы как бы и так видели но увидели его недовольного прям очень сильно недовольного и как он отчитывал своего помощника круто вот вот парень ляззад оказывается тоже у нас антикорщик он для нее наверное как бы журналист потому что он говорил там про статью типа имена заменит и так далее но на самом деле оказывается также антикорщик антикорщик и собирал вот он информацию уже чисто у ляззад такой типа под прикрытием но она то толком особо ничего не знает это ладно фиг с ним что у нас круто также отчитывал своих подчиненных главный антикорщик не помню как его зовут и подожди а где это а мы еще не дошли до этого ладно классно отчитал и выговор тоже как бы ну наверное справедливо справедливо не знаю но косяк это жесткий конечно с их стороны был одеваться некоду наверное тоже и работать как бы надо может и некому там работать то я к тому то что он их не уволил ничего все нормально вот так же диалог азамата саке вообще эти ну подколки у него не подколки как бы но этот а сайт азамата уже тоже чувствовал то что как будто бы что-то копает этот азамат и круто-круто если бы он все-таки ну дальше начал раздувать эту мысль вот арманчик приехал вот он в деревню эту какую-то я сначала подумал может он с кем-то приехал короче либо вариант то что он приехал с кем-то вот с этими типами которые в тачке сидели либо они просто за ним следили как бы вот скорее всего просто ну второе то что он под наблюдением все таки и вышел то он как бы как это там говорится то ну как свидетель что-то не помню ну в общем неприкосновенность типа у него должна быть тут вот такая ситуация произошла произошла считай конечно надо как-то двигаться и я сначала не понял какому шефу они там звонят и так далее казалось что это антикор вот а мне казалось я думал что это тот тип который ну когда мы первый раз увидели арманчика там тима пришел отчитываться там еще этот актер который сейчас шалкара играет ну короче вот к этому мужику и и и я думал это он может быть но нет оказалось что антикор и все понятно теперь и тут вообще повсюду этот антикор как двигаться фиг знает сайт самат вообще бессмертный если честно сувать так вот взятку спокойно начальнику ну как бы начальнику антикора ну это вообще ты очень очень смелый так ну и в конце у нас азамата а нет еще не в конце азамат я думал придет та бабка с цветами но нет она все таки в итоге решила не приходить а мне хотелось увидеть вот эту встречу увы ее не было зато была встреча с этим говном который бил свою жену и как оказалось он еще и родственник этого Ильяса мне кажется ну проблем у азамата не будет я очень на это надеюсь но как то там что то все таки этот пожалуется и че у нас снова мало канатова он конечно хоть и на заставке ну на стоп-кадре но времени мало с ним все таки что очень печально просто как то короче дальше мне кажется его посадят в тюрьму и все вот а Арманчик хоть и избежал того блин даже ну не поворачивается язык сказать он угорал просто по моему или не угорал над талгатом ну типа тот жестко вообще там петушат его и так далее а в итоге и он вышел и все вроде все нормально да да встретился с этим в жизни в реале то есть на свободе и лицо очень такое ну да еще при чем чем это же жесть вообще бедняга ну может не мне кажется не успели уже потому что он уже кричал под конец серии мне кажется все тут конкретно ну в следующей серии что будет по моему финал я так понял да наверно будет ну кроме того мне кажется обратно я говорю вернется в тюрьму эм эм вот что будет с Саке и Азамантом вообще пока непонятно но было бы круто если все таки ну прям что то вообще такое прям серьезное произошло на Ильясу стопудово не выйдут еще, мне кажется. Ну, за целую серию вряд ли. Кто-то как-то проколется, может, у них еще информации-то толком нету. Да и так недавно косикнули. Не, вряд ли. А с чего я вообще решил, то что серия 12 будет? Да? Сижу просто сейчас думаю, что это или это. А сколько их было-то? Ну, они пытались со мной. Блин, тупой ютюб бесит вообще. 16. Ну, нет, значит, еще не концовка. Значит, еще есть варик. То, что... То, что все закончится, ну, и вся история с Ильясом может закончиться в первом сезоне. Вот. И, блин, не хочется тогда пока прощаться с Канатарой. Я надеюсь все-таки... Так как, блин, туда уже выдвинулись? Не знаю, посмотрим, короче, что будет, ребята, как вам. Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out!